Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 18 главу. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, там лучше бы было, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Мы видим, что у Господа Иисуса Христа в первом стихе ученики спрашивают, кто больше в Царстве Небесном? Почему они задают такой вопрос? Кто больше, кто меньше? И приходится Господа и Спасителя отвечать им, приводя в пример ребенка. Дело в том, что мы читали с вами только что, совсем недавно, в 17 главе, о том, что Господь Иисус Христос, когда его попросили дать Дидрахму, то он говорит Петру, пойди поймал рыбу и заплати за Меня и за себя. И ученики возревновали, что Господь Иисус Христос, апостола Петра, ставят с собой в один ряд и за себя, и за Меня. И это было причиной, как усматривают отцы церкви. Ироним Стридонский об этом пишет, Иоанн Златоуст опять же об этом пишет. Поэтому, возревновав об этом, они решили спросить. Там он преобразился перед ними троими, а здесь вдруг он апостола Петра как бы ставит с собой на одну ногу за себя и за Меня. Не сказал за всех учеников отдай, а за себя и за Меня. Еще интересное замечание у отцов церкви по этому поводу, особенно то, что касается, что мы рассматривали с вами в 16 главе первенства апостола Петра, претензии к католической церкви на первоверховенство апостола Петра. И здесь опять, как бы так скажем, сквозит эта мысль, и поэтому ученики спрашивают, кто больше в Царстве Небесном. Чтобы Господь рассеять все их сомнения, Он говорит, я не назначаю никого здесь своим наместникам на земле. Приводит малого дитя, малое дитя, и ставит им в пример. Они задают, заметьте, и еще, они задают этот вопрос, когда Христос совсем недавно говорил им о своих страданиях. В 17 главе, в 23 стихе. Они убьют Его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечались. Они слышали о том, что Христос будет схвачен, истезуем, убит. Но они думают о другом. Они думают о земном. Кто больше будет в Царстве Его. Они начинают делить кресло. Сесть по правую сторону или по левую сторону. Все это есть в евангельских текстах. Они думают только о земном благополучии. Христос говорит им, кто больше в Царстве Небесном и указывает на дитя. А почему на дитя? Что, разве дети безгрешные? Нет. Сказано, как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеков. Пишет апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих. Почему же он ставит в пример ребенка? Дети умеют, в отличие от взрослых, очень быстро прощать друг другу. Дети умеют очень быстро и долго, вернее, не таить зла друг на друга. Ну, конечно, смотря в каком возрасте. Как говорят в этой церкви, что это дитя, которое ставил в пример Христос, это был будущий святой Игнатий Богоносец. Поэтому его говорят, что Христос в другом Евангелии посадил на колено и привел в пример. Он называется так богоносцем, потому что сам Господь его носил на руках. Все эти события очень важны. Сейчас мы видим, что 17-18 глава, это более позднее деление на главы и стихи. Раньше это был сплошной текст, поэтому эти события, они следуют друг за другом как бы неразрывно. И вот он ставит в пример дитя, но, как об этом опять же пишет, например, блаженный ироним Стридонский, он говорит о том, что ставив в пример дитя, это не означает, что только дети. И люди, подобные детям, войдут в царствие Христово. Дети называются все верующие во Христа. Поэтому Христос здесь так и говорит, кто примет одно такое дитя во имя мое, тот принимает меня. А кто соблазнит одного из верующих в меня, видите, он говорит еще и о вере. Вот ироним Стридонский пишет, цитата. «Должны быть исследованы причины отдельных высказываний и поступков Господа. После того, как найден был статир, после того, как уплачена была подать, что означает неожиданное вопрошение апостолов, почему в то время приступили ученики к Иисусу, говоря, кто больше в Царстве Небесном? Потому что они видели, что одна и та же плата была дана, вот о чем я сказал выше, да, за Петра и за Господа. И по этой равной цене они и сошли, что из всех апостолов Петр избранный, ибо при уплате податей он сравнен был с Господом. И так теперь он спрашивает, кто больше в Царстве Небесном? Иисус же, видя их помышления и понимая их заблуждения, хочет исцелить их тягу к славе стремлением к смирению». Конец цитаты. Хочет исцелить их тягу к славе стремлением к смирению. О любви сказано, что любовь не ищет своего. Помните послание апостола Павла Коринфянам, 13 глава? Не ищет своего. То есть гордость только и тщеславие старается найти свое. Поэтому Иисус, как говорит блаженный Иероним Стридонский, их смиряет. Ну, перейдем все-таки к этому вопросу, который мы задались. И вот тот же Иероним Стридонский, он пишет по поводу, если кто не умолится, как это дитя, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше бы было бы, если бы повесил мерочный жорнов. То есть здесь говорится о соблазне в вере всех верующих христиан. Цитата Иероним Стридонский. Вещи здесь сравниваются не просто так. Он еще задается вопросом, почему мельничный жорнов, а не камень просто или там еще что-то повесили человеку, или просто утопить его в море, а именно мельничный жорнов. Почему? И отвечает на этот вопрос. Вещи здесь сравниваются не просто так. Такой соблазнитель должен быть потоплен в глубине морской с жорновым и с ослиной поклажей. И так будет лучше ему. Но по общему признанию всегда полезно то, что благоприятствует. Так в чем же польза быть утопленным с мельничным жорновым на шее, а не просто с камнем? Ведь смерть столь тяжка подведет ближе к наказанию. Так что не зная, каким образом будет полезно испрашивать то, что из всех злочестий самое ужасное. И так возникает вопрос. То есть он как бы говорит, а какая разница, как умереть? Почему именно этот жорнов? Возникает вопрос, как же это следует понимать? Работа жорнова — работа слепоты. Ибо животные на мельнице, когда их гоняют по кругу, ходят с закрытыми глазами, чтобы не упасть в обморок от головокружения. Ходят с закрытыми глазами. Далее мы часто встречаемся с тем, что ослами называют язычников. Язычники не знают, что они делают. И в таком незнании как бы слепые ходят по кругу, как у одного современного поэта мы думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу. Действительно так. В таком незнании все дела их жизни подобны труду слепых. А вот иудеям путь познания открыт законом. Они, когда соблазнили апостолов и желали соблазнить апостолов Христа, по праву заслужили того, чтобы быть потоплены в глубине морской с мельничным жорном на шее. То есть Христос, и это же слушают все иудеи, они везде присутствуют. У них везде есть подслушивающие и подсматривающие устройства, и глаза, и уши. Они видят, и Христос им и слышит, и Христос им говорит, видя их, что вы слепые вожди слепых, что вам та же учат, как и язычникам. Вот эти слепые, которые крутят от их жорнов. Вот что ваша жизнь. Это кручение этого жорнова по кругу, как эти вьючные ослы и животные. Дарья говорит, горе миру от соблазнов, и да бы надо нам прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе тому человеку. Помните, в 17 главе, последнем стихе, Христос сказал, но чтобы нам не соблазнить их, дай им этот динарий, который, эти драхму, которые они просят. И дальше предупреждает о соблазнах, и особенно о том, чтобы через нас он не пришел. Если, говорит, рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в вечный огонь. Говорит так, что попечение о плоти не приносит человеку пользы. И попечение о плоти, то, что скажет апостол Павел в дальнейшем, попечение о плоти не превращайте в похоти. Поэтому и говорит здесь не то, чтобы мы, конечно же, занимались изуверством и отсекали от себя руки, ноги и глаза выдирали. Просто указывает на то, что если тебя соблазняет, радикально указывает, исторгни это из среды твоей, исторгни это из твоей жизни. Если глаз твой, говорит, соблазняет тебя, то, что было уже сказано в Нагорной проповеди, вырви его. Смотрите, говорит, не презирайте ни одного из малых сих. Я говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Не только здесь говорится о детях. Многие так и толкуют, и думают, что вот дети только видят ангелов. Нет. О верующих людях вообще. Потому что только что было преображение Христова в 17 главе. Только что Христос преобразился перед своими учениками. И этим своим действием сказал, что человек, кто смиряет свою душу через покаяние, тот способен созерцать славу Божию. Поэтому так и говорит, что отбрось все, все, что тебя соблазняет, все еретические учения, как пишет об этом и блаженный Августин, все учения, которые соблазняют и уводят тебя от пути к спасению. Отсеки их от себя. Так же говорится об отсечении и то, о чем говорит, например, то, о чем говорит Псалом Петра Давида. Псалом Петра Давида. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Ибо худые сообщества, как сказано, развращают добрые нравы. Поэтому отсеки их от себя. Все, что мешает тебе идти к пути к спасению. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Пришел взыскать и спасти погибшее. Не к праведникам пришел, а к грешникам. Как вам кажется, говорит дальше, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девяти в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Вот он и говорит здесь о том, о заблуждениях, говоря отсеки. Но если человек заблудился, то необходимо помочь ему. Помочь человеку заблуждающемуся. У нас очень многие люди попадают в секты сегодня по невежеству. Не то, что они выбирают между православием в большей этой степени, я знаю это не понаслышке, так как занимаюсь реабилитацией людей по благосостоянию в священноначале отпавших от православия. В большей степени они не знали никогда православия. Баптист подошел, стали баптистами. Спрашиваю одного, если бы адвентист подошел, стал адвентистом, а святитель Легова, святитель Легова, кто первый подошел, принес им какую-то информацию о Боге, они приняли ее за чистую монету, за чистое словесное молоко. Это заблуждение. И Христос говорит, что за такими людьми дает поручение, поручение церкви своей, что о таком человеке больше радости, нежели о 99, которые себя считают праведниками. Считают себя праведниками. Здесь еще есть такое и обличение Христа. Как сказано, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Какие же праведники в церкви? Но они считают себя праведниками. «Если стучится найти, говорит, радости больше, нежели о 99, так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». То есть Бог не хочет человеку смерти. Как сказано и у пророков, например, у пророка Еремии в Ветхом Завете, говорится о том, «Человек, зачем тебе умирать? Обратись и живи». Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он пришел, как говорит, пришел найти и взыскать погибших. Поэтому пренебрежительное отношение к людям другой веры, тем более отпавших от православия, но свидетельствует о бесчеловечном таком состоянии бездушия. Как пишет об этом святитель Иоанн Златоуст. Он говорит так, «Не говори мне этих бездушных слов, что с этими людьми, с еретиками у нас нет ничего общего. У нас с ними, говорит, очень много даже общего. Мы ходим под одним и тем же солнцем, дышим одним и тем же воздухом, по одной и той же земле, едим плоды, которые произвращает эта земля. У нас, говорит, нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми людьми у нас очень много общего». И смотрите, как начинает. Он говорит, «Не говори мне этих бездушных слов». Пишет он одному человеку такое письмо, которое говорил, что вот эти еретики, они Царствия Небесные недостойны. И не надо за ними идти, как за одной овцой. И далее Христос теперь уже говорит о том, как поступать с 15 стиха с братом согрешающим в церкви. Так и пишет. «Если согрешит против тебя брат твой, поди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, «А если церкви не послушает, будет он тебя, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе», говорит своим ученикам, «Что церкви скажи». Говорит о церковном суде. Как апостол Павел говорит, «Как вы, будучи чадами Божьими, Христовыми, судитесь у людей, которые ничего не значат». То есть подаете в суд, делите какие-то материальные блага. Есть судья в церкви. Кто это? Священники, епископы. Есть церковный суд, в конце концов. Если есть какие-то тяготы, чтобы их можно было разрешить. Зачем мы позоримся перед этим миром, когда подаем в суды, особенно то, что касается тяже, какого-то имущества или еще, чтобы они как-то это делили. Мы можем решать это все внутри церкви. Но здесь в большей мере говорится о том, если брат согрешает один на один, потом двоих, троих, а потом церкови. Видите, какой порядок. А чаще всего бывает все по-другому. На некоторых интернет-порталах сплетни, которые есть в церкви, их прозглашают сразу на всю церковь. И не только на всю церковь. Некоторые люди. Не только на всю церковь. Ну и на все светские их считают все люди. Разве это евангельский принцип? Если мы видим какой-то недостаток в каком-то братья или в церковной структуре, сказано, пойди скажи один на один. Сейчас есть средства массовой информации. Возьми, позвони. Скажи, брат, вот тут у вас на сайте или у вас что-то в документах не то, или вот как-то ведете себя не очень. Один на один, потом двое, трое, а потом церкви. Нарушаются кругом принципы евангельского, евангельских правил. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое, трое соберутся во имя Моё, там и я посреди них. Очень часто этот текст используют люди, так называемые неопротестанты и протестанты. Они говорят, где двое, трое соберутся, мы как-то уже рассматривали, когда смотрели 16 главу, там и церковь. Но здесь ничего не говорится о церкви. Здесь сказано о соборной молитве. Если двое, трое соберутся попросить что-либо во имя Моё, там и я буду посреди них. То есть говорится о силе соборной церковной молитве. Но ничего и о церкви. О церкви сказано в другом месте. «Создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И послание апостола Павла Коринфянам, где говорится о том, что 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих, где говорится о том, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Господь Иисус Христос. Тогда Пётр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семидесяти раз». Мы помним, что это встречается в первом покаянии, которое звучит еще в Ветхом Завете. Когда спрашиваю иногда у людей, кто первый покаялся в Ветхом Завете, звучит долгая пауза. Вот в этой старой, такой потрепанном нашем Ветхом Завете. Могу сказать, что первым человеком, кто покаялся в своих грехах, был ламех. Это был прапрапрапраправнук Каина. И когда он сказал, что я убил мужа в язву мне, и что и отрока в рану мне, то ему было сказано, если за Каина отомститься всемиро, то за ламеха в семьдесят раз всемиро. Вот если мы в Евангелии от Луки с вами посчитаем, сколько от Адама до Иисуса Христа имен, то мы найдем семьдесят семь. То есть ламех там уже таким своим пророческим, богооткровенным, Господь ему об этом говорит, преподавал о том, что род человеческий будет спасен Христом. Что значит до семьдесят седьмий раз? Вообще это слово семь-семь означает бесконечность. Сколько раз человек говорит прости, столько надо прощать. Потому что мы каждый день читаем перед едой, не знаю, может быть не все, но так полагается, молитва Отче наш. Здесь такие слова и прости нам, как и мы прощаем. Как и мы прощаем, хочется сказать. Нужно ли врать Бога, если не прощаем? Бог знает все. Посему Царствие Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда начал он считаться, придем был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел, чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену, и детей, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. Схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его упал, к ногам его умолял, говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не хотел, а пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его видели, происшедшие, очень огорчились, и придя рассказали Государе своему все бывшее. Тогда Государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, Государь его отдал, его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брата своему, согрешение его. На этот вопрос апостола Петра Господь приводит целую притчу. Он говорит, что простил очень много, и тем самым он говорит, человек, ты вспомни, сколько Бог тебя простил. Вспомни, кто ты был до того, как ты пришел в церковь. Вспомни, сколько ты натворил от грехов, сколько женщин ты обидел, или женщина, сколько мужчин ты обидела, сколько просто так людей оклеветал, может, какие-то преступления в своей жизни совершил, сколько пьянствовал, сколько блудил, сколько осуждал, сколько лихаимствовал, сколько просящему не давал, и Бог все тебе простил и прощает. До сегодняшнего дня, пока мы приходим на исповедь и говорим, Господи, прости меня, как легко мы хотим, чтобы нам было дано прощение, и как непросто, и с тяжестью мы хотим прощать других. Это притча именно об этом. И подводится такой итог, и Господь говорит, если вы не простите от всего сердца, и Бог вас не простит. Поэтому очень просто можно достигнуть Царствия Христова. Надо научиться прощать людям согрешения их и прощать от всего сердца. Не надо думать, что это получится сразу. научиться этому надо. Но ведь твердим же мы эту молитву и прости нам, как и мы прощаем должником нашим.